Добрый день, коллеги. Здравствуйте. На мне висит такая очень ответственная задача. Во-первых, немножко нас, что называется, активизировать. Мы подготовили несколько интерактивных вещей. Это очень тяжело делать после обеда, как мы все понимаем, но тем не менее. Да, я хотел бы поблагодарить, во-первых, уважаемые банки Пак Юли за то, что согласились выступить совместно с нами, рассказать о нашем опыте сотрудничества, который на самом деле даже больше чем 7 лет идет, но активно мы хотим рассказать про последние 7 лет, потому что очень много событий произошло, и это очень здорово. Несколько слов о нашей компании. Вы знаете прекрасно, те люди, которые работают с банкоматами здесь в Узбекистане или в целом центрально-азиатском регионе. Нашу компанию знают достаточно хорошо. Наш головной офис находится в Вильнюсе, в Литовской Республике, но мы уже с 2009 года активно представлены в Узбекистане. И я бы хотел немножко рассказать о том, как выглядит парк банкоматов в Узбекистане сейчас. Мы эту информацию очень внимательно отслеживаем. Эта информация является по сути основой ведения нашего бизнеса. И на самом деле первый раз мы такую статистику показывали, по-моему, году в 2008. Как раз мы сравнивали Узбекистан, который только-только открывался для мира на тот момент, который только-только, скажем так, появлялись комплексные интересные проекты, связанные с банковским самообслуживанием, с банкоматами. Мы сравнивали его со странами соседними, с Казахстаном и Кыргызстаном. Я могу сказать, что Казахстан на самом деле является отличным таким бенчмарком, ориентиром для того, чтобы смотреть, как развивается банковская отрасль с учетом того, что в принципе коллеги из Казахстана, которые в том числе в этом зале присутствуют, они прекрасно это знают, развиваются активно цифровые сервисы. И если мы видим, например, статистику 2022 года, в котором количество банкоматов-ресайклеров, например, в Узбекистане составляло, ну только, скажем так, каждый шестой банкомат в республике был банкоматом-ресайклером, банкоматом с возможностью внесения наличных, то всего лишь за один год, буквально там за 12-14 месяцев, это количество удвоилось, реально даже больше, чем удвоилось. Это говорит о том, что интерес к продуктам, связанным с депозитом наличных, неважно в каком это видим, неважно мы говорим про обмен валюты или пополнение карты, он колоссальный. И действительно мы видим, что уже в 2023 году, по сути, Узбекистан очень сильно догоняет Казахстан, и я думаю, что, наверное, пройдет год, может быть два, и, наверное, это уже будет такое соперничество действительно равных. Да, если говорить о нашем проекте, вообще мы активно работаем с банком Ипак Юлис 2016 года, 7 лет сотрудничества, реализовано много разных интересных проектов за это время. Значит, для нас Ипак Юлис стал главным флагманским банком, с которым мы смогли выйти с новой линейкой банкоматов, в котором были реализованы множество нашего дополнительного функционала и, соответственно, разные проекты, связанные с оптимизацией управления по банкоматной сетью, технического мониторинга, удаленного управления, разрешения диспутных ситуаций. Развитие функционала, без которого, наверное, это все было бы невозможно, потому что в основе банкоматного бизнеса в Узбекистане, как мы знаем, лежат транзакции, лежат комиссионные, которые банк имеет возможность, соответственно, получать, лежат те, скажем так, средства, которые банк может привлекать в силу того, что он привлекает дополнительных клиентов, та же самая услуга обмен валюты, где, наверное, Ипак Юлис до сих пор является главным ориентиром вообще для всех узбекских банков, именно в контексте объемов обмена валюты. Все знают эти зеленые банкоматы с красивыми такими шапочками, да и, собственно, все знают, что можно без каких-либо проблем обменять валюту, это безопасно, это просто, это удобно, намного удобнее, чем стоять очередь в банковском отделении для того, чтобы получить местную валюту узбекской суммы. Вот, соответственно, я могу сказать, что 33, на текущий момент 33% банкоматов в Республике Узбекистан – это банкоматы многофункциональные. Если вы обратили на предыдущем слайде со статистикой, допустим, как это происходит в Казахстане, то мы видим, что в Казахстане уже большинство банкоматов – это именно банкоматы-ресайклеры, то есть перевалили за некий вот такой психологический бенчмарк 50%, и я думаю, это прекрасный ориентир для Узбекистана, и мы к этому очень быстро с вами придем, может быть, даже уже в этом году. Я могу сказать, что как раз мы, как компания Безва, как представители, дистрибьютор, системный интегратор компании Диболт Никсдорф, мы являемся лидером как раз в направлении решений, связанных с банкоматами многофункциональными, так называемыми смарт-АТМами, и, соответственно, наша доля составляет в этом сегменте 64%. То есть, в принципе, если у вас есть задачи, которые вы хотите решить через канал самообслуживания, развитие функционала, обеспечение мониторинга, автоматизация процессов инкассации – это к нам. Вот, поэтому, собственно говоря, мы на этом специализируемся. И хотелось бы немножко интерактива. Вот. Мы говорим о концепции смарт-банкоматов, умных банкоматов, очень такое популярное слово, такое же популярное, как цифровизация, почти. Но все-таки достаточно ли просто начать устанавливать мультифункциональные банкоматы, для того, чтобы реализовать концепцию умных банкоматов? Давайте ознакомимся с вариантами ответов. Очевидно. Да, может быть и так. Ваша версия? Какие есть? Помощь зала? Совершенно верно. Недостаточно просто взять устройство, даже если оно очень умное, функциональное, даже если оно позволяет принимать наличность, для того, чтобы обеспечить операционную эффективность, систематизацию процесса, разгрузку кассы, разгрузку, перераспределение потоков клиентов внутри банковских отделений. Этого попросту недостаточно. А что тогда делать? Скажем так, проекты связаны действительно с трансформацией банковского бизнеса, с преображением филиалов, с внедрением цифровых сервисов, или, как это модно говорить, конвергентных сервисов, фиджитал сервисов на стыке цифрового банкинга и традиционного банковского обслуживания, на самом деле требует совершенно другого подхода. Это не только про банкоматы-ресайклеры, а это вообще-то про реализацию очень комплексных, достаточно сложных проектов. И тут я бы хотел дать слово нашему видео пока и рассказать о том проекте, который мы делаем с уважаемым банком ИПАК Юли. ИПАК Юли Банк – одна из крупнейших финансовых организаций частного капитала в Узбекистане с 17 филиалами и сетью банкоматов из более чем 850 устройств по всей стране. Является лояльным партнером БС-2 и Диболт Никсдорф с 2009 года. Банк обладает одним из самых современных и технологичных парков устройств самообслуживания во всей Центральной Азии. Ставка сделана на мультифункциональные банкоматы-ресайклеры Диболт Никсдорф. К наиболее передовым функциям относятся обмен валюты на банкоматах, бескарточные транзакции через мобильное приложение и QR-коды, независимые от карточного хоста, операции с наличностью. Функциональное наполнение и надежность банкоматов ИПАК Юли позволяют банку добиваться размещения устройств в тех локациях, где их присутствие максимально востребовано – в публичных пространствах, торговых центрах и магазинах. На сегодняшний день места расположения узнаваемых банкоматов характерного зеленого цвета являются точками, где жители Узбекистана могут выполнять самые востребованные банковские операции. ИПАК Юли стал первым банком в Центральной Азии, который начал устанавливать современные банкоматы ДН-Серис от Диболт-Никсдорф. При участии БС-2 были введены в эксплуатацию 550 офисных и межстенных банкоматов-ресайклеров. Банк первым в стране внедрил комплексную платформу технического управления банкоматами Вайнэмик Вью, а также систему для обеспечения безопасности, мониторинга и разрешения диспутов ATMI-IQ. В 2022 году банк приступил к использованию решения для оптимизации наличности Cash Management IQ. В рамках долгосрочной стратегии развития экосистемы самообслуживания ИПАК Юли в течение следующих нескольких лет планирует довести общее количество банкоматов до 1 тысячи. Опыт банка по наращиванию функциональных возможностей устройств является уникальным для региона. Задавать стандарты банковского самообслуживания стало настоящим кредо для команды ИПАК Юли Банк. Я думаю, успехи банка достойны ваших аплодисментов. Как я вам сказал, этот путь был извилистый. Последние 7 лет очень активно идет наращивание количества устройств. Это всегда влечет за собой определенные челленджи, определенные вызовы с точки зрения обеспечения эффективной бизнес-модели. С точки зрения наращивания функционала, как это было сказано, это и валюта обмен, это самоинкассация мерчантов, это снятие наличных без использования карты через мобильное приложение. То есть проекты достаточно разнообразные и достаточно интересные. И чем мы помогаем, чем мы скромно пытаемся помочь нашему банку, и почему мы благодарны выбору нас как основного технологического партнера в этом направлении, потому что весь парк банкоматов представлен как раз нашей компанией, все решения, скажем так, представлены нашей компанией. Мы стараемся участвовать в расширении точек обмена валюты, автоматизированных пунктов приема наличности банка, потому что прием валюты остается достаточно доходным, хорошим бизнесом, и как раз в части уважаемого УМИДа будет немножко транзакционных данных, немножко транзакционной конкретики. Мы стараемся привлекать малый и средний бизнес. Ипак Юли известен максимально, как действительно очень клиентоориентированный розничный банк. Сегмент малого и среднего бизнеса не менее важен для банка, и, соответственно, очень важно предоставить дополнительные сервисы, дополнительные услуги, и использовать ту огромную инфраструктуру, которая сейчас развернута в банке, для того, чтобы обеспечивать депозиты и, соответственно, внесение наличности на расчетный счет предприятия. Следование современным трендам. Мы понимаем, что молодое поколение, особенно, уже очень скептически смотрит на сам пластик. Сам пластиковая карта выглядит определенным рудиментом, и, конечно, цифровые сервисы развития мобильного банка позволяют пользоваться банкоматом, в принципе, вообще без участия пластиковой карты, без использования. При этом, как я сказал, очень существенное наращивание. Вы видели, каждый год очень сильно прирастает количество банкоматов. Оно влечет определенные операционные вызовы, и, соответственно, которые надо тоже нам, как сервисному партнеру, решать. Это связано и с техническим мониторингом, это связано с количеством клиентских обращений. Для этого используются наши интеллектуальные комплексные платформы, такие как VynamicView, о которой уже было сказано, ITMI решение, которое позволяет автоматизировать работу с диспутами и видеобезопасностью банков. То есть все вот эти решения, они приходятся очень кстати, как раз в условиях очень активного наращивания количества устройств. Вопросы безопасности не менее важные. Ну и на этом я хотел бы, наверное, передать слово Умиду как раз для самой интересной части нашей презентации. Банк хотел бы поделиться некими статистическими данными о результатах работы за последние пять лет. Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры. Разрешите продолжить. Я так быстро говорить не могу, но постараюсь уложиться в тайминг. Здесь несколько слайдов представлены, и мы хотели поделиться данными о пятилетнем опыте. Пять лет мы строили банкоматный бизнес, и вы видели, сколько банкоматов у нас есть, и сколько мы планируем, но на этом мы не будем останавливаться. Мы понимаем, что транзакционный доход, то есть беспроцентный доход для банка очень важен. Без этого банк не может существовать, поэтому давайте немножко о цифрах поговорим. То, что в первом слайде я хочу показать, это операция кэш-ин, которая является немаловажной. Вначале кэш-ин был не очень актуальный, но мы видим, что по сей день, когда мы убираем лимиты, когда мы предоставляем больше возможностей, изначально это было возможно только на кэш-ин, операция только на карты по кюля. Затем стало возможным на карты любого банка Узбекистана. В этом году мы подключили также новую возможность. Пока что, я думаю, мы являемся одним из банков, который предоставляет возможность пополнения карт, виза и мастер-карт, выпущенные другими банками Узбекистана в наших банкоматах. Соответственно, операция, то есть количество транзакций растут, лимит мы убрали и, соответственно, сумма операций также растет. А что происходит далее с кэш-аутом? Давайте посмотрим. Пять лет тренда привело к тому, что, условно, с 700 банкоматов, которые у нас действовали в 2023 году, нам удалось выдать через банкоматы 7,5 триллиона сумм. Из них 648 миллиардов – это по международным картам, и 6,8 триллиона – это по картам национальной валюте, с картой УМО. А посмотрим на соотношение в банкоматах, то есть какова привычка людей больше пополнять или больше снимать. Вот, посмотрите, пятилетний тренд показывает о том, что в начале, то есть в 2019 году, люди в основном не пользовались операцией кэш-ин, но мы видим порядка 18-20% кэш-ина закрепилось в 2022-2023 году и в 2024 году, то есть в этом году у нас будут довольно-таки еще лучше цифры, когда мы придем к тому, что у нас будут уже банкоматы, которые будут себя долго обслуживать. То есть с помощью услуги кэш-ин, кэш-аут мы сможем добиться того, что к одному банкомату будем реже выезжать, реже инкассировать, и с помощью программы кэш-менеджмент нам удастся это сделать более качественнее. Теперь перейдем на слайд по валютообмену. Многим известно, что банкоматы и Пакюля являются многофункциональными, и в том числе валютообменные операции, то есть в банкоматах установлена операция кэш-то кэш, то есть можно обменять иностранную валюту в суммы и обратно в Узбекистане довольно-таки занимаем свою хорошую нишу, то есть где-то 25-30% всего объема валютообмена, то есть банкоматного валютообмена приходится на банкомат и Пакюля. И, соответственно, можем посмотреть, что вот в 23-м году, вот в прошлом году, 104 миллиона долларов нам удалось купить у населения и 18 миллионов долларов продать. Соответственно, если мы взглянем на динамику, мы видим, что в определенный период времени эта сумма была, конечно же, больше, но количество операций было меньше, но удалось нам убрать лимиты, убрать ограничения, и тем самым нам удалось добиться вот следующего. То есть когда мы не умели еще продавать через банкоматы населению, придя через 5 лет к 23-му году, нам удалось, что 85% всей валюты мы покупаем, 15% валюты мы продаем. Соответственно, эти смарт АТМ как покупка и продажа, так же, как и пополнение и снятие наличности с карт, друг друга, если будут дополнять в правильном объеме и в правильном менеджменте, в правильном управлении, в правильном инкассировании, мы добьемся того, что банкомат будет намного эффективнее, намного выгоднее, ну и как маленький мини-касса будет существовать. Я думаю, нам удастся это сделать. Обязательно. Спасибо большое, Умит. Мне кажется, это отличные инсайды. И вообще, я бы хотел поблагодарить коллег из ИПАК Юли за то, что они всегда очень открыты для рынка, прежде всего для коллег, для профессионального сообщества, потому что, ну, такими данными, согласитесь, не все могут делиться. Но я думаю, прошу вас еще раз поаплодировать. Это очень достойные результаты самого банка. И, коротко завершая, я бы хотел сказать, что, да, 7 лет активного сотрудничества, когда действительно этот проект просто, ну, действительно взлетает и летит, и дай бог ему лететь много-много лет, да, значит, соответственно, есть разные стратегии банков по выбору партнеров, по выбору поставщиков. Мы очень ценим то, что ИПАК Юли работает исключительно с БС-2. Многие банки, может быть, на такое сотрудничество смотрят скептически, когда речь идет о работе с одним вендором, да, но какие преимущества получает банк, выбирая вот такого технологического, стратегического партнера, с которым реализует весь цикл, да. Первое. Это, безусловно, самые лучшие условия, которые мы можем предоставить банку, да, как стратегическому партнеру. Доступ к самым новым технологиям. Не секрет, да, что ИПАК Юли является, по-моему, до сих пор единственным банком, который полноценно внедрил технологию, например, снятия наличных через QR-код, и пока в Республике Узбекистан эту услугу на данный момент массово точно никто не повторил. И это был действительно передовой проект, который был реализован, извините, уже 4 года назад, в 2021 году. Быстрое выведение на рынок, да, то есть мы приоритизируемся на задачах ИПАК Юли, и, безусловно, стараемся сделать так, чтобы продукты, с которыми выходит ИПАК Юли, действительно появлялись максимально оперативно. Адаптация по требованию бизнеса. Здесь тоже все понятно. Приоритетная поддержка. Качественная, как тут сказано, спайка, да, то есть слияние бизнеса и технологий, когда команда БС-2 привлекается в качестве экспертов для участия в развитии бизнеса банка. Это очень ценная история, это совершенно другой уровень взаимоотношений нас как технологической компании, как системного интегратора и банка. Ну и, безусловно, доверие, открытость, эмпатия. Мы всегда приходим на помощь ИПАК Юли, когда это нужно, ИПАК Юли всегда приходит на помощь нам, когда это нужно. И это достойно. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ